Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Сегодня с вами обсудим венец тяжа японской веточки. Дело в том, что ветка в Японии тяжей только одна, поэтому в принципе выбора особо нет. Тут в принципе выбора особого нет. У вас есть выбор либо ПТ-шка, либо СТ-шка, либо ТТ-шка. ЛТ-шками не наделили, но и соответственно в целом выбор, я бы сказал, скудноватый. Возвращаемся к типу 71, как я его называю. Тип 71 появился в игре, можно сказать, недавно, но уже для многих давно. Что же касается самого Танчика, я его, честно говоря, сразу захотел, вот прям сразу-сразу начал катать ветку и настолько сильно его хотел, что скромничать не буду, домазывал свободку. Но не потому, что прям совсем тяжело и уныло было играть на ветке, хотя есть немного, а только лишь потому, что очень сильно хотелось быстрее открыть саму машинку. Что касается бронированности, особо обсуждать не будем, скажу только так, что вот в прямой проекции для ББ-снарядов вы являетесь нормальной мишенью только для ПТ-шек, которые будут вас фигачить ББ-шками. У кого пробитие повыше. Для всех остальных вы неприступная скала и вероятность пробития у вас где-то от 30 до 70%, если верите официальному источнику. Что же касается всех остальных ребят, они будут нервно курить бамбук, особенно те, которые будут пытаться пробить фугасами, ну как бы вообще не вариант. Дело в том, что вот здесь вот в башне 200 мм, но с учетом привиденки танцуют начиная от 340, ну и дальше на увеличение. Что же касается нижнего бронелиста, верхнего бронелиста, 170 сверху, 100 внизу, вот сюда, да, действительно будут пытаться выцелить, поэтому на горку особо не выкатывайтесь. Ну а передняя вот эта планка, она составляет, стык двух бронелистов, да, передняя вот эта вот, составляет 274 мм. Все эти цифры я вам называл без учета привиденки. Что касается бортов и кормы, про корму разговаривать вообще там не о чем, брони нет как таковой. По бокам здесь 127 мм, 150 в средней части башни, ну и корпус 100 мм. Короче говоря, когда стоите вот так вот, ну вы просто-таки светитесь серым, бей куда хочу. Поэтому лучше всего машина отыгрывается от морды лица и она отыгрывается обалденно бортом. Но это то, что касается бронирования. Теперь давайте поговорим об орудии. Орудие в принципе я бы сказал абсолютно стандартное для десятки, ничем не выдающееся абсолютно. 200, простите, 2300 единиц ДПМа. Время перезарядки я бы сказал не сильно комфортное, 10,4 секунды, 255 мм пробития, что в принципе стандартный показатель, ничего там такого прям суперского нет. 400 единиц Альфы, ну в целом неплохо, но опять-таки было бы хотя бы 460, но уже хотя бы о чем-то с учетом времени перезарядки. Угл склонения минус 6, обсудим сейчас отдельно еще этот вопросик, но и время сведения и разброса на 100 метров мы обсудим с вами непосредственно в замесе. И сейчас еще отдельно, когда обсудим вопрос углов склонения минус 6 и экипажа. Смотрите в чем прикол. Дело в том, что разработчики они довольно прикольно сделали. У вас есть на выбор, либо вы хотите себе более подвижную машину, да, а согласитесь существенно подвижней. Если в процентном соотношении смотреть, вы получаете довольно неплохие прибавочки к проходимости и офигенную, я бы сказал, что просто суперскую, на одну треть, а это существенно скорость поворота корпуса. Средняя скорость увеличивается на 3 км в час, вроде бы несущественно, но в комплексе машинка действительно играется гораздо комфортнее по подвижности. Но тогда у вас остаются углы склонения минус 6. Если же вы выберете себе улучшение вертикальной наводки, то будет уже минус 9. Безусловно, гораздо, гораздо играбельней, но тогда вы становитесь унылой по подвижности машиной. Я, честно говоря, оставил себе подвижность, потому что уныло ездить по карте с временем перезарядки и сравнительно неогромной альфой, ну, как бы, прям совсем-совсем не в моготу. Поэтому хочется по карте все-таки передвигаться быстрее, ну и быстрее поворачиваться, потому что данная машинка не терпит, как я уже сказал, стычек с врагами бортом, а значит, надо как можно быстрее поворачиваться к ним перед ком. Что же касается экипажа, да, ребят, у меня не 100% экипаж, я открыл машину, но очень редко ее выгоняю из ангара. Что же касается прибавок, меня, честно говоря, жаба давит платить косарь голды, а то и больше за то, чтобы открыть 100% экипаж. Ну, не вижу я в этом смысла, ребят. Я лучше этот косарь голды дамажу до какой-нибудь там хорошей премиумной машинки и возьму себе ее в коллекцию, чем потрачусь на экипаж. Экипаж рано или поздно все равно выкатаю. Но стоит отметить, что тип 71 это одна из немногих машин, у которых действительно при открытии 100% экипажа машинка должна заиграть абсолютно другими красками. С этим не поспоришь, хотя редко это говорю. Урон в минуту существенно улучшается на 255 единиц. Время перезарядки уменьшается на секунду. Время сведения и разброс на 100 метров становится лучше. Добавляется еще проходимости данной машинки, соответственно улучшается подвижность. Скорость поворота корпуса увеличивается еще на 5 градусов. Тоже согласитесь существенно. Ну, радиус обзора вы не светляк, но в целом, когда вы остаетесь сами, вам необходимо самому себе подсветить. Ну, как бы дает немножечко какую-то дополнительную фору, не фору, но больше шансов. Поэтому, ребят, это один из немногих случаев, когда я скажу, что эта машинка действительно должна играться на 100% экипажах. Сегодня же выкатим машинку в том виде, в котором она есть. Ну, и посмотрим на нее, в каком виде вы ее получите, если точно так же, как я, ну, пожмотитесь, да, будем называть вещи своими именами, потратить косарь кровной голды на то, чтобы открыть 100% экипаж. Пока запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас подписаться на мой канал. Я буду вам безумно благодарен. По желтому шильдику в правом нижнем углу в один клик вы можете это сделать буквально за секунду своего времени, пока мы дожидаемся входа в бой. Также я вам буду безумно благодарен, если вы поделитесь собственным мнением по данной машине, таким бы оно ни было, поддерживайте вы мою позицию. Не поддерживайте любое мнение, оно важно для тех ребят, которые смотрят видео, ну и, соответственно, заценивают машинку на предмет того, а стоит ли ее качать. Итак, ребят, вот видите, поворотливость данной машины, это то, о чем я говорил, что добавляется поворотливость, соответственно, быстрее можешь вывернуться передом к врагу, ну и, соответственно, получше его встретить. ИС-7 пробивает нас, ну и мы ему даем тычку. Согласитесь, не сильно приятно, когда твоя тычка меньше, чем у врага. Почему я и говорил, что было бы куда комфортней, куда приятней, если бы стояло орудие хотя бы на 450-460 единиц альфы. Кто-то скажет, что Ха 10 единиц, но иногда и 10 единиц решает, особенно, ну вот, в таких вот, да, случаях. По времени сведения, ну вот, смотрите, время сведения, сейчас я стану еще раз после движения, время сведения, ну, немножко унылое. Ну, давайте уже будем говорить откровенно, оно далеко не имбовое, поэтому отыгрывается оно, ну, прям не совсем кайфово. Что же касается времени перезарядки, время перезарядки, ну, в целом терпимое, нормальное для тяжа. Все-таки мне бы хотелось, я понимаю, что я там, может, уже совсем, что называется, борзею, да, там сильно много я хочу, но мне бы хотелось, чтобы было либо время перезарядки чуть меньше, либо альфа чуть выше. А так получается, ну, что-то среднее такое получилось. Может, это такой баланс машины сделали, для того, чтобы она не была совсем имбой, но, не знаю, мне, честно говоря, не сильно приятно отыгрывается с таким временем перезарядки. Опять-таки, целую секунду все же сможете сэкономить, если откроете себе 100% экипаж, но это существенно будет. Для данной машины, поверьте, действительно существенно. Так, ну, вот сейчас не сильно хорошо, ко мне приехал в гости ФОЧ, сейчас попытаюсь с ним потанковать, как я уже говорил, против ПТшек, если будут бить ББшками, особенно ББшками подкалиберными, ну, понятное дело, будет не очень приятно отыгрывать. Но, в целом, держаться можно. Вот сейчас ФОЧ не смог закинуть мне, это уже очень хорошо, а сейчас получилось. Короче говоря, раз на раз не приходится. Ну, вот и время перезарядки, то, что я говорил, что дайте мне время перезарядки чуть больше, или хотя бы урон, я не знаю, хотя бы чутка насыпьте по урону. Но, в целом, машинка, даже на таком экипаже, она отыгрывается довольно-таки комфортно и довольно-таки приятно. Почему редко выгоняю ее из ангара, не знаю. Наверное, потому что все-таки не успел я, вот, выкачать себе стопроцентный экипаж и настолько ощутить кайф от этой машины, насколько он может быть. Но, это мое субъективное мнение. Если вы со мной не согласны, обязательно напишите в комментариях. Итак, ребят, смотрим на нашу тушу. Как вы видите, пробили верхний бронелист. Это сделал явно товарищ Фоч. Что касается башни спереди, никто не смог ее прошить и в нее прилетало без пробития. Как только я повернулся боком, в бок башни, ну, в борт башни, простите, залетело, ну, как бы, сами видите, и в борт самой машины тоже зашло. Поэтому, ребят, делаем следующий вывод. Не становитесь бортом, ну, и, соответственно, не подставляйте корму. Сейчас досмотрим бой, ну, и закинемся еще в одну каточку для того, чтобы заценить машинку, ну, скажем так, более честно. Сейчас у нас на экранах тип 71. Я не знаю, насколько у него там прокачан экипаж, но вот давайте сейчас, по крайней мере, посмотрим, что он может. Вот, ну, вот, пожалуйста. По броне, ну, я в нем не вижу каких-то отверстий, хотя явно его куда-то пробивали. Итак, ребят, давайте будем смотреть результаты боя. По результатам боя, то, что мы смогли настрелять, я уверен, не сильно много, но в целом 3240 единиц урона, согласитесь, неплохо. Я даже рассчитывал на меньшее. Я думал, что где-то 2,5 косаря я накинул, ну, просто по ощущениям. И, на удивление, мы даже смогли занять первое место в команде по урону. Да, там, с не сильно большим отрывом, но, не знаю, по-моему, приятно. Ну, вот это считать не будем, все-таки машинка проходная, и серебро, как бы, ну, не явно не ее конек. Запрыгиваем в следующую катку, ну, и посмотрим, а получится ли в этой катке накинуть приблизительно такой же урон. Как я уже сказал, в предыдущем бою я, по ощущениям, откидал урона гораздо меньше. Но, как оказалось, я даже превзошел собственные ожидания. Насколько часто у вас так будет получаться? Я думаю, что часто. Дело в том, что, если вы сосредоточитесь на данной машине и откроете топовый экипаж, машина, безусловно, начнет наносить и больше урона, и станет точнее, и еще подвижней. Ну, в общем, я бы сказал, что в таком случае вы, безусловно, будете, ну, однозначно выдавать лучший результат, чем получилось сейчас у меня в первом бою. Ну, вот сейчас на этой карте, вот на вот этом вот расположении на карте, мне бы очень не помешали углы дополнительные, да? Сейчас погорячился, надо было нормально свестись в товарища, ну, а потом уже откидывать. Вот сейчас бы очень сильно не помешали углы. Вот тут сейчас уже даже сейчас на пределе, но буду тогда подстраиваться к тому, что имею. Опять-таки вернемся к разговору того, на что я променял. Я променял на существенное улучшение подвижности машины, ну, и считаю, что я не прогадал, потому что действительно отыгрывать на этой машине, когда она еще и не ездит нормально, ну, становится уже неприятным, я бы сказал. Так, вот этого товарища нам однозначно сейчас необходимо зажать и добирать. Это наш залог успеха. Ну, а дальше надо выезжать и добирать товарища типа 71-го вражеского, который там стоит. Сейчас не повезло, просто пробил не совсем туда, куда хотел. Типа 71-го забрали, осталось четверо противников. Нас пятеро, мы пока в большинстве. Вот сейчас опять ситуация, в которой не хватает. Видите углов склонения, прям ой-ой-ой, как не хватает. Сейчас глупанул, думал, что фугасом нанесу больше, чем бронебойным. Да вот, единственное, не вышло. Так, чутка попрячемся от товарища бабахи. Жаль, не посадил его на гуслю, было бы неплохо сейчас, чтобы он остановился. Что-то потихоньку начали мы сливаться, не сильно приятно, конечно. Ну, вот углы склонения, конечно, ребят, оставляют желать лучшего. Ну, а урона немножко не хватило. Вот сейчас бы мог добрать, будь бы у меня урон, вот на этих вот 50 единиц, о которых я говорил, больше. Так, я остался один, трое товарищей, один недобиток. Я так понимаю, что, скорее всего, будет прятаться этот брат. Не знаю, получится, не получится у меня что-то в этом бою. Мне почему-то кажется, что я просто физически не успею со всеми разобраться. Ну, а тем более, сейчас начнут разбивать меня с двух сторон, скорости все же не хватает. Ну, и опять 179 оставил. И если сейчас повезет, может быть, я его... Нет, не добрал. Ну, не хватило немножечко времени перезарядки и не хватило немножечко альфы. Ну, проиграл да и проиграл. Вопрос в том, что мы заслуживаем танчик, а не стремимся к стопроцентным победам. Давайте, ребят, смотреть на результат. 4070 единиц урона, два сделанных фрага. Я считаю, что для победы я сделал все возможное и все, что от меня зависело. Что касается нашего места в команде по урону, мы заняли первое место, согласитесь, с существенным отрывом. Итак, ребят, вопрос следующий. Качать ли? Да, однозначно качать. Танчик прикольный, танчик интересный. Особенно, как я уже говорил, если вы откроете стопроцентный экипаж. Это, безусловно, не супер имба. И, безусловно, есть у него недостатки. Как я уже говорил, недостаток это довольно-таки долгое время перезарядки. Ну, как бы в комплексе с небольшим размером альфы. Как я говорил, был бы он идеальным, если бы... Ну, он бы не был имбой, но он бы стал бы более идеальным, если бы у него осталось тоже время перезарядки, но добавилось альфы. Или хотя бы, окей, оставили бы столько же альфы, но немножечко сократили время перезарядки. Ну, это мое субъективное мнение. Если вы с ним не согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вам буду безумно благодарен за ваше альтернативное высказывание по теме. Ну, и ребятам, которые думают над тем, качать ли себе Type 71, они будут иметь дополнительную информацию, ну, и дополнительно прочитают чье-то мнение. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на канал. На моем канале вы увидите исключительно честные обзоры машин, такими, какие они есть в руках среднестатистического игрока с неподкрученным аккаунтом и не суперскиллового прям профессионала. А вот такого вот стандартного среднячка, коих нас, я думаю, в рандоме, ну, порядка 85-90%. Всех благ вам, всего хорошего, мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok